Начнем сначала. И, собственно, начнем с той самой базой, которая одна и которая вынесена в название видео. Так вот, это выражение, база-то одна, которое я довольно часто произношу, причем иногда довольно ехидно, причем иногда перебирая, да, надо это признать, иногда перебирая с ехидством, это не моя фраза, это ваша фраза. В смысле от вас, я ее слышал, от вполне конкретного человека, своего зрителя, который является по совместительству отличным спортсменом и прекрасным стрелком, гораздо лучше меня. То есть он стрелок, гораздо лучше меня. Так вот, буквально дословно он мне как-то сказал в личной беседе, нет никакой спортивной стрельбы и боевой стрельбы, нет никакой практической стрельбы и тактической стрельбы, есть просто стрельба. И у любой стрельбы, у этой самой стрельбы база, база одна, ну окей, не буду спорить с данным заявлением. Однако здравствуйте, друзья, и сегодня у нас очередное видео серии навыки и все-все-все под названием база, которая одна и методики, которые есть. Сегодня буду много читать и по экрану, и конспект, и непосредственно из методички, потому что, ну не то, чтобы материал был сложный, но он требует последовательного изложения. Можно было бы сказать, что с базой мы разобрались, но нифига, мы не разобрались с базой, потому что наверняка многие так и не поняли, что собственно под словом база я подразумеваю, и надо этот момент разжевать. Совершенно с вами согласен. И тем более, как совершенно справедливо заметил один из моих зрителей под кодовым именем Фантом, стрельба из пулемета по ИК Лазеру через очки ночной видень не совсем то же самое, что стрельба из пулемета лежа днем без использования дополнительных прицельных приспособлений. Абсолютно согласен. Но именно поэтому база, база, это стрельба из пулемета без дополнительных прицельных приспособлений днем лежа, вот эта база, вот эта база или фундамент, если хотите. А крыша, крыша у каждого конкретно, у каждой конкретной категории пользователя оружия своя. У бойца общего искового подразделения крыша, на которую он должен, до которой он должен построить свою подготовку, она одна. У бойца подразделения специального значения армейского крыша немного другая, у бойца антитеррора третья, у спортсмена четвертая. Но база, я совершенно согласен, можно сказать, база одна. Необходимость, но я повторюсь и подчеркну, необходимость уметь пользоваться всем спектром средств прицеливания никак не влияет на необходимость уметь стрелять из оружия в стоке, то есть без средств прицеливания. И именно обращение с оружием в стоке, первоначальные навыки обращения с оружием, есть база, о которой я говорю и надеюсь, мой вот собеседник, который сказал, база-то одна, он говорил именно об этой базе. Я искренне надеюсь, потому что в противном случае не совсем понятно, о чем он говорил. И обязательно я должен это сказать, что необходимость уметь стрелять из положения раком, она никак не отменяет необходимости уметь стрелять из положения лежа, с колена и стоя. И более того, именно из положения лежа, с колена и стоя, и надо начинать обучение стрельбе. Если мы говорим о положениях для стрельбы, и это и есть та самая база, но наверняка сейчас найдется тот, кого в секретной школе начали обучать с положения стрельбы в кувырке или как-то так, аргументировав это словами, вдруг что или а если. Ну вот как-то так. Вот я могу тому, кто сейчас начнет рассказывать, что вот так обязательно надо уметь, и поэтому с этого надо начинать, но я могу только вася саму убийцу порекомендовать. Он не столь запущенный, даже и более, и более запущенные отклонения лечил. Вот такие дела. Итак, база. Есть первоначальные навыки обращения с оружием. В двух словах, в двух словах, точнее не в двух, а в четырех, это ровная мушка и плавный спуск. Вот это и есть база. А если не в двух словах, а более развернуто, то я лично под базой подразумеваю следующее. Меры безопасности на занятиях и стрельбах, обучение снаряжанию магазина, обучение заряжания и разряжания автомата, обучение изготовки и стрельбы лежа с руки, обучение производства стрельбы и с положения лежа, установка прицела, установка переводчика автомата на требовании вид огня, прикладка лежа с руки и с упора, прицеливание, определение ведущего глаза, взятие ровной мушки, однообразие прицеливания, прицеливание лежа с руки, спуск курка, удержание автомата при стрельбе, обучение изготовки к стрельбе и производству стрельбы и с положения с колена, обучение изготовки к стрельбе и производству стрельбы стоя, с места и на ходу, на вскидку с короткой остановки, Обучение в стрельбе на ходу, на вскидку, без остановки и с прикладом, прижатым к боку. Я считаю, что вот это самая базная база. И базовее вот этой базы хер можно придумать. Если мы, конечно, говорим о подготовке бойца общевойскового подразделения, коим можно отнести и подразделения воздушных войск, и подразделения морской пехоты, и войсковую разведку, всех их можно отнести к общевойсковым подразделениям, применительно к обучению базе по огневой подготовке. Идем дальше. Задача любого предмета бой подготовки и огневой подготовки в том числе дать необходимые знания и практические навыки обучаемым. Со знаниями все просто. То есть, ну, а с навыками практическими сложнее. Дело в том, что мы мало того, что должны представлять, чему мы должны научить, мы должны еще и знать, как конкретно данному элементу, данному навыку обучать нашего подчиненного. Особенно это важно, если мы не проходили перед этим специального военного образования. У нас нет. То есть, грубо говоря, мы должны знать не просто, чему учить, но еще и как учить. Поясню, что я имею в виду. Возьмем, например, простейший элемент обучения снаряжению магазина. Согласитесь, что прежде чем приступить к обучению заряжания и разжижания оружия, нужно научить солдат снаряжать магазин. Обучение может производиться в следующем образом. Построив отделение в одну шеренгу, руководитель обходит строй и показывает каждому солдату учебный и боевой охлощенный патрон. Во время показа командир кратко объясняет, чем отличается боевой патрон от учебного, чтобы солдаты могли их различать в последующем. Затем руководитель занятия, командир отделения, показывает технику снаряжения магазина патронами. После этого выдает каждому солдату по 30 учебных патронов, располагает обучаемых в положении сидя и приказывает дрын-дрын-дрын-дрын-дрын. Чтобы проверить, правильно ли обучаемые берут патроны, сержант приказывает им вытянуть правую руку с патронами вперед, ладонью кверху. Все патроны при этом должны быть расположены пулями влево. Убедившись, что магазины и патроны взяты правильно, он разрешает приступить к снаряжению магазина. После того, как командир, руководитель занятия, убедится, что обучаемые снаряжают магазины правильно, он может перейти к тренировке солдат с целью отработки нормативов по снаряжению магазина патронами. Это методика обучения или не методика? Идем дальше. Берем более сложный элемент спуск курка. Обучение молодых солдат спуск курка. Руководитель занятия начинает с проверки их умения сгибать указательный палец правой руки, не двигая остальными пальцами и кистью руки. Построив обучаемых в одну шеренгу, приказывает согнуть правую руку в локтевом суставе, сжать кисть руки в кулак, а указательный палец держать вытянутым вперед. Затем по команде делай раз, солдаты плавно сгибают указательный палец, а по команде делай два, разгибают его. Во время этого упражнения командир разрешает солдатам вначале наблюдать за движениями своего пальца, а затем требует, чтобы они выполняли действие, выполняя действие, наблюдали за каким-либо предметом впереди. После непродолжительной тренировки нужно переходить к выполнению этого действия с оружием, причем обязательно с тем, которое закреплено за солдатом, чтобы он хорошо изучил спуск курка у своего оружия. Это методика или нет? По мне, если это не методика, и поэтому вы не способны обучить солдата, то вы хер почему его обучить будете способны? Даже по самой совершенной, самой новой и самой-самой-самой прекрасной, блять, методике. Берем более сложный вопрос, более сложный, более комплексный вопрос. Обучение изготовки стрельбе и производству стрельбы из положения колес, колена. При стрельбе с колена устойчивость оружия обеспечивается главным образом, правильной постановкой ног и расположением рук. Сначала руководитель показывает, как нужно правильно изготавливаться для стрельбы с колена. Обучая этому приему, командир подает команду, с колена заряжая, и следит за тем, чтобы солдаты подавали ступню правой ноги назад, примерно на ширину плеч. При приседании на каблук правой ноги голень левой ноги должна быть поставлена отвесно, а носок несколько повернут вправо. Нельзя левую ступню поджимать под себя. Картинки, соответственно, приведены. Что это значит? Так как это вызовет, блядь, шарнирность голеностопного сустава, пружинистость бедра левой ноги, служащей опорой левого локтя и значительные колебания оружия по вертикали. Это методика, блядь, или нет? По мне, по мне, это методика, друзья. То есть, и методика, это не просто методика, а она не просто есть, а она была всегда. Данная книга, например, «Огневая подготовка» за авторством полковника Лощилова известна и находится в войсках с 1969 года. Поэтому, либо надо признать, что методика обучения солдата огневой подготовки все-таки есть. Потому что, если вы этого признать не хотите, то вы в таком случае долбитесь, блядь, в глаза. Только и всего. Теперь, что касается того, насколько данная методика устарела. Ну, для этого надо определиться, база одна или база не одна. Потому что, если у любой стрельбы база одна, то и методика усареть обучение этой базе не могла. На всякий случай сразу скажу, что если мы берем курс стрельб, устарел курс стрельб или не устарел курс стрельб. То, что мы можем каждый год менять курс стрельб. Курс стрельб это методика подготовки. Курс стрельб это методика оценки в соответствии с набором определенных тестов, которые называются упражнения стрельб. Она никакого отношения не имеет к обучению базе стрельбы. То есть, к обучению базе, базовой подготовке солдата, применительно к обучению стрельбы, курс стрельб никакого отношения не имеет. Понятно. В курсе стрельб не перечислено, как учить солдата стрелять. В курсе стрельб перечислено упражнение, как мы проверяем, нормально ли мы его научили или нет. Но это, по-моему, очевидно совершенно. Так вот, после того, как мы научим бойца базе, после этого можно учить его в сальтухе стрелять или кувырком, или раком, если ему это нужно. Понимаете, да? То есть, если ему это нужно, его можно учить дальше. Если нет, то значит нет. Но проверено на практике, если человек практически знает, то есть умеет, что такое ровная мушка и плавный спуск, умеет стрелять лежа с колена и стоя, с коротких остановок и в движении, то что здесь написано, то он стрельнет, стрельнет и с нестабильных положений, в наклоне, раком, боком он стрельнет. А вот если человек не умеет, не имеет никакой базовой подготовки, то он не стрельнет ни с левой, ни с правой, ни в наклоне, никак. То есть, все должно начаться вот отсюда. Итог, блядь. А, самое главное, забыл сказать. А насколько он быстро и точно будет стрелять из нестабильных положений, из незнакомых ему положений, из неудобных положений, определиться только конкретной практикой, применительно к соответствующей тактической обстановке, а не волшебной методикой обучения, особенности говорить о базе. Итог. Читаю дословно. Применительно к абсолютному большинству обучаемых рулит база, которая пускай будет одна. Методики, которые, как оказывается, есть. Это одна единственная книга о методических рекомендациях по любому виду боевой подготовки. Море. Просто разливанное море. Так вот. И самое главное, самое главное, планомерная боевая подготовка. Потому что, если мы убираем из числа слагаемых планомерную боевую подготовку, то у нас не будет никакой базы. И никакие методики не помогут обрести базу. Некие методики. Даже самые современные. Если не проводить занятия. То есть, если нет занятий по боевой подготовке, никакая методика. И никакие методики не помогут. И никакой базы не будет, блядь. Я уже знаю, что я это говорил. Но мне неизвестен другой способ довести до вас эти простые вещи, как не повторять это по 50 раз. И я, блядь, буду это повторять по 50 раз. Тренируйтесь грамотно, друзья. Грамотно. Методически правильно и планомерно. Самое главное. И до прибыли с вами сила.